Друзья, всем привет! Это Заметки на полях. Расскажу вам, как прошел сегодняшний день. Прямо сейчас мы находимся в Макеевском металлургическом заводе. Это градообразующее предприятие Макеевки. В свое время, во времена Советского Союза, одно из крупнейших предприятий. И, кстати, этому заводу 125 лет. В 1899 году была задута первая доменная печь. Ну и вот спустя столько лет металлургический завод продолжает работать. Конечно, количество сотрудников сократилось. Сейчас работает около полутора тысячи. К сожалению, ощущается, конечно, нехватка специалистов. Все-таки боевые действия влияют на всю эту ситуацию. Мужчин во время мобилизации позабирали на фронт. Вот мы сегодня общались с теми, кто вернулся, был комиссован. Получил ранение, но все равно вернулись на завод. Мне сегодня провели экскурсию. Я, на самом деле, на заводе впервые. Если в шахту я уже спускалась два раза, то на металлургическом заводе я побывала впервые. Здесь, конечно, очень шумно. Приходится громко говорить. Надеюсь, меня слышно. На этом заводе производят арматуру, катанку. И все, что они производят, это все идет на Россию. Что-то идет и на экспорт. И буквально, если выйти с завода, на стройке уже увидишь все то, что здесь производится. Например, та же арматура. Сейчас на заводе работают два цеха. Вот сейчас мы на одном из них. Ну, цех все один. Стан вот этот 150. Мне рассказали технологическую составляющую всего этого. Конечно, очень интересно. Много, что было нового. И, конечно, перед тем, чтобы сюда приехать, мне пришлось основательно подготовиться, посмотреть множество репортажей, почитать информацию, историческую составляющую, чтобы быть на одной волне с сотрудниками. Потому что, например, когда я спускалась в шахту, ребята-шахтеры вообще не общительные люди. У них главная задача – поработать. И не надо их отвлекать. Особенно у них там была задержка по зарплате в 3 месяца. И они были очень злобные. Но когда я залезла в лаву, они меня сразу зауважали и начали со мной общаться. Вот здесь ребята достаточно общительные. Но все равно, чтобы быть с ними на одной волне, нужно понимать, как это все устроено, как это работает. Так что профессия журналиста очень многогранна. И если какие-то военные специальности, какую-то информацию о вооружении, о тактике какой-то, я все получала с опытом в том числе, потому что много работала на фронтак, с разными видами вооружения, с разными подразделениями, то здесь все приходится изучать с нуля, чтобы быть в теме. Вот хочу вам показать, как выглядит цех. Сейчас, например, работает кран. На кране работает женщина. Зовут ее Яна. Это на самом деле целая династия металлургов. Работает здесь Яна, ее муж и ее сын. С мужем они познакомились здесь. Вот такая замечательная история. И завод соединяет сердца. Удалось узнать техническую составляющую, пообщаться с сотрудниками. Конечно, всегда очень тяжело работать на таких предприятиях, потому что тяжело снимать, жарко, пыльно. Ну и, конечно, здесь нужно соблюдать технику безопасности, потому что что-то может отлететь. Ну и можно попрощаться с жизнью. Поэтому уходим в касочки, в спецовки и соблюдаем технику безопасности. Вообще, очень интересные эмоции я здесь сегодня получила. Освоила новую специальность. Узнала больше о работе металлургов. Потому что, все-таки, Донбасс – это не только шахтерский край. Это край и шахтеров, и металлургов. И, мне кажется, конечно, сотрудникам, рабочим немножко обидно и неприятно, что их труд стал обесцениваться, забываться. Зарплата, ну, средняя зарплата специалиста – там, 40-60 тысяч. График работы – 12-часовая смена, дневная, ночная, потом отдых. Это все очень тяжело, это очень влияет на здоровье. Если раньше это была очень престижная профессия, то сейчас ощущается какая-то неадоцениваемая… ну, не так ценится как будто. Вот, но люди продолжают работать. Для них их завод – это второй дом. Тем более, это градообразующее предприятие города Макеевка. И люди любят сюда приходить на работу, работать, делать что-то для своей страны. Конечно, когда они вошли в состав Российской Федерации, зашли под ЮГМК, стало получше и с зарплатами, и с оборудованием. В общем, перспективы и плюсы есть. Сейчас, конечно, завод работает на 80%. Но, как мне сказали, через год он уже выйдет на 100% производство. Ну, и надеюсь, что будет дальнейшем развиваться, потому что эта отрасль, конечно, важна для нашей страны. И очень бы хотелось, чтобы вновь ценился труд шахтеров, металлургов. Потому что очень важная, сложная, трудоемкая профессия. Но выглядит это действительно все очень завораживающе. Большие объемы. Я каждый раз поражаюсь, как это все строили, как это все работает. Очень интересно сегодня было здесь побывать, прямо испытывая такие яркие эмоции. А люди здесь работают всю свою жизнь. И очень любят свою работу. Чуть дальше вот эту заготовку прокладывают и загружают в шаговую печь. Здесь уже она выходит прогретая до 1200 градусов. Дальше раскатывается до меньших объемов, более тонких. Нарезается, охлаждается. И все это превращается в арматуру. Конечно, очень сложное производство, техническая составляющая. Но безумно интересно. Так что, дорогие друзья, обязательно следите за моим телеграм-каналом, за моим рутубом. И смотрите первый канал, нашу программу «Мы живы». Я думаю, выйдет очень хороший репортаж о славной профессии металлургов. Всех люблю, целую, обнимаю. Ваша Марьяна Наумова.